Не важно понедельник или суббота, не важно как, вот день и завтра снова на работе Конечно, верить чудо хорошо, так, но реальный результат мы получаем только потом Зовут по клубам и тусовкам, какие мне тусовки, третий год в одних кроссовках Вряд ли примет там особо Для меня это пока очень большая цифра Всем близким пейс, я по жизни оптимист И я верю, что когда-нибудь у нас все будет заебись И пускай подай Сегодня можно сказать, я посвящу вас в свою семью Часто вспоминаю тебя, детка, как ты видал Пьяный, это мам А, пьяный, а ты что, тоже? Мама, ты откуда эту песню знаешь? Себе не купила, все в семью У меня, кстати, вот такой вот животик Вот-вот, видите? Значит, ты снимаешь Это влог Хочу не носить килограмм, тогда я тебе дам Я вконтакте создала свой плейлист, в котором все треки из прошлого видео У меня зима до сих пор нормально А я твои целью Нет, туман лучше было Егор Крик не дотягивает Я только сейчас поняла Я же недавно пазлы себе заказала Для развития И я пазлы соберу, скотчем обмотаю И вот сюда повешу У меня там принцесса, лошадь Я еще хотела синий трактор заказать пазлы Попозже закажем синий трактор И принцессу Софию Принцессу Софию тоже хотела заказать У меня уже просто вся мокрая Но мне надо доделать это все Попалям, попалям Синий трактор едет к нам Вот такой вот Та-да-да Доброе утро, мои хорошие С вами Алена Даст Прекрасная, красивая, самая лучшая, самая умная Вот так девочке надо жить Вот так девочке надо о себе говорить Сегодня можно сказать Я посвящу вас в свою семью Посмотрите, сколько воды я налила Потому что пока я буду краситься Мне вот это вот нужно выпить У меня опять начались проблемы с водой Я вот как только перестаю следить Затем пью ли я Я целый день не пью А это очень-очень плохо Уже намочила спонжик Я обожаю золото Прям очень сильно его люблю Но пока у меня все эти золотые сережки испортились Это была бижутерия И я надела вот эти вот серебряные Колечко надела серебряное Это не бижутерия Надела серебряный вот такой вот браслетик И я решила сегодня быть на серебре Я помыла голову И давайте буду краситься и рассказывать вам, что же произошло В воскресенье мы должны были поехать с моим младшим братом Степочкой Он нашел какой-то карьер И, соответственно, он вот позвал меня Чтоб мы с ним съездили, отдохнули Мы с ним договорились И мне пишет через несколько часов То, что, Алёна, походу все отменяется Я такая, что случилось? Думаю, что там у него произошло? Друзья, что? Он жарил картошку Свое самое любимое блюдо на планете Земля И он перевернул на себя сковородку с маслом Еще когда это все летело, это попало на маму И он потом не скидывает это все Просто у него две ноги красные Думаю, Степ, не расстраивайся Если что, перебинтуем Завтра все равно поедем с тобой на карьер В итоге все усугубляется Он ложится спать, просыпается У него сошел верхний слой кожи У него там вулдыри Он это все мажет, мажет, мажет На улице ему выходить нельзя У него две ноги просто вот в этом ожоге Вчера мне мама пишет Ален, съезди, пожалуйста, до Степы Я на работе Приедь, пожалуйста Потому что ему грустно, одиноко Он сидит один Лето, солнце, жара Танцуй до утра Он в ожогах сидит один Сегодня я хочу, чтобы мы с вами вместе поехали до магазина Я ему вчера написала Привезти тебе вкусняшек? Он такой Дааа Я такая Каких? Ну, он в этом плане скромный Поэтому он такой Ну, каких хочешь Мне пришли вчера пазлы Я два часа собирала Просто какие-то три пазлки Я хотела дойти до бабушек Недалеко от моего дома И купить Степе черешню И слава богу Я вспомнил, что у него аллергия Просто прикиньте Я приезжаю с черешней Пацан в ожогах А у него еще и аллергия на нее Он такой Ушла отсюда быстро Не знаю, в какой магазин поехать Хотелось бы поехать Вообще, честно говоря, в ленту В какую-нибудь большую Чтобы походить там с корзинкой Ногти у меня держатся хорошо Две недели отросли По сути Нужно делать уже новые У меня вчера Ой, нет Позавчера Заболел зуб Передний Вот этот вот А кто знает А, никто не знает Только я знаю Вот эти зубы Посмеялась Тушь отпечаталась Рассказываю Вот эти три зуба Это не мои зубы Я думала снять видео на YouTube Историю моих зубов Потому что зубы у меня Просто Мне кажется, у меня сейчас Нет ни одного зуба На котором у меня нет пломбы Напишите, у кого тоже Проблемы с зубками Мне кажется, это было бы Интересно так поделиться Я еще как Просто смерти боюсь Этих зубов мудрости То, что мне придется Ехать их удалять Особенно то, что У меня тут все сдвинется Эти зубы мои Эти зубы не мои Короче Так, я опять не пью воду Первый пошел Алена, если ты не выпьешь всю воду Ты проиграешь И вылетишь из звезды в Африке Я остаюсь в проекте Я остаюсь в проекте Алена, ты сделала испытание Позже тем, чем Алена, ты сделала испытание Гораздо Алена На роль ведущая Я пока не гожусь Алена, ты сделала испытание Гораздо дольше Алена, у меня для тебя Плохие новости Ты выполняла испытание Гораздо дольше Чем Стас Ярушин Я вылетаю из звезд в Африке? Я на руках Постирала вот эту вот Свою новую кофточку Кстати Вот эти джинсы Это джинсы Из которых я начала похудение И они были мне очень-очень в обтяг Знаете, не так дискомфортно, что он мокрый И я надену вот такие вот свои кроссовки Вот так вот они выглядят лучше, чем вот так вот Потому что они уже Они идеально чистые Это я их все вымывала Они уже порванные А это моя любимая модель Они уже просто никакие Никакие Очень грустно Очень обидно Не знаю, вот к этому образу Но не хочу я надевать изики Я хочу надеть вот эти вот кроссовки У меня, кстати, вот такой вот животик Я не знаю Покажу вам поближе Видите? Видите вот это вот все? И мне кажется, что По-нормальному Как это делают большинство Я должна была комплексовать И вообще из-за этого ничего не носить Короткого Но мне так пофиг на это Блин, про это надо тоже снимать отдельное видео Про мой живот Почему он такой Серебро на лицо Лучше накопи на кольцо Я знаю, ты хочешь такую, как я Но ты не получишь Вот-вот, видите? Все, я уже готова Погнали! Мы едем на полную скоростью В последнем свободном каршеринге Вы гангстеры? Нет, мы... А почему я свой бокал купила за 400 рублей? Смотрите, 149 Я в шоке Вот он, настоящий любитель жареной карты Фууууу. Я не буду это показывать подписочникам. Блин, Степочка, любимый. Ладно, забирай пакет. На засоску, короче. Это целый пакет со сладким. Целый пакет, прикинь. Ёся. Прикиньте, собака выбежала встречать. И она когтями по самому больному месту. Нормально? Значит, ты снимаешь... Это влог. Вообще-то никто за тебя так не переживал. Когда Йоси только прыгнула, Стёпа так сильно сжал рот, и он просто кулаком со всей силы по стене ударил. А на этой ножке что? Рука? Из-за чего? Ай, из-за того, что ударил стену. Давайте я вам покажу, что купила. Кока-кола. Всё, можешь забирать. Тебе её кинуть? В ногу. Вот такие чипсы. Вот такие вот чипсы. Потом бананы. Ты любишь бананы? Нет? Ну, с хавой, да. Это, я признаюсь честно, купила себе. Мой размерчик. Вот такая мороженка. Но это маме. А вот такая вот мороженка, это Стёпе. Себе не купила, всё в семью. Стёп, ты какую на самом деле хочешь? Можешь выбрать. А какого фига вот эта вот колбаса стоит 300 с чем-то рублей? Вот такой вот шоколад Куритер Спорт. Ну подойди, обними хотя бы меня. Стёпа. Мои дорогие подписчики, мой брат думает, что вы подумайте, что он вышел ко мне обоссаный. Но нет, он вышел не обоссаный, это дословно. Он вышел по Блепихово-масле. Будьте на связи. У меня есть один очень интересный вопрос для брата, и сейчас я его озвучу. Степан, как вы относитесь к закрытию KFC в России? KFC это самый любимый степен ресторан. Стёп, а почему у тебя обои содрались? А я ж не могу нормально держать, мне вот так надо. Это из-за ног? Да. Мне мама ещё говорит. Тут ты. А ты про Бумыча знаешь? А кто такой Бумыч? Это стример? Нет, в Нави играл. Киберспортсмен. Короче, он, короче, вызвал. Реально. Она ему понравилась, и они начали встречаться. А, то есть она уже до этого была. Да, да. И вчера вышел в интервью с этой. Но они встречаются до сих пор? Нет. А почему растут? Из-за неё кикнули Бумычей знали, можно сказать. Почему? Потому что... Шок. Нет, я не знала. Ипотепу ей закрыл. Кто для меня топ-1 стример? Как зовут этого мужика, которому лиц Сура? Старость. Ликс. Кровь. Подожди. Пудинг. Начнём с облепихового масла. Пятна облепихового масла. Хлорка. Хлорка. Кровь какая-то. Кровь. Пудинг. И просто порваны. И на сладенькое у нас пудинг. Да всё, не ори. У меня вот здесь же раньше это было. Яблочка Эппл. Почему яблочка Эппл? Яблочка Эппл. У неё было реально, типа, вот это... Она вместе с санкциями, что нам страшно. Да, да. Короче, когда маме со Степой подарили эту собаку, была целая беда, потому что это первая собака в семье, и она была суперактивная. Я не знаю, как это описать. И она ни на секунду не останавливалась. Ни на секунду. Вы не представляете, как... Ну, это реально уже такого-то нервного тика. Ты, типа, её любишь, обнимаешь, но она ни на секунду не останавливалась. Она не лежала. Она просто вот так вот прыгала. А сейчас, конечно, с возрастом, плюс её это... Стерилизовали. Сейчас, конечно, она поспокойнее. То есть она всё равно постоянно там прыгает, но это уже фигня. Просто она так радуется. Мама пришла с работы и купила арбуз. Вот он праздник. Мам, ты что делаешь? Корку отрисована. Мам, ты давай-то капусту обречить. Как умею. Мам, ну что ты за любимая дочь, которая в гости пришла? Она была гостеприимной. Я помню, она клялась под луной, я не придам. Я часто вспоминаю тебя, детка, как ты там. Я не спал. А, пья... А ты что, тоже эту песню знаешь? Мама, ты откуда эту песню знаешь? Часто вспоминаю тебя, детка, пьяный в хлам. Очень вкусненько. Я тебе купила мороженку, Магнат. В морозилке лежат. Блондинка? А? Блондинка. Блондинка уже сто лет не придается. А не рано для обжога? Ура, ура, ура. Пришла подставка под ноги. Под мои кривые маленькие ножки. Мама. Мама, ничего, что у нас с тобой ноги один в один одинаковые? У тебя получится тоже кривые маленькие ножки? Выкусите. У меня в одной длины. Ещё и с ожогом в комплекте. А ты не нашла. Мы тебя нашли. Ты живой? Мы тебе давно это хотели сказать. Доброе утро, ура. Вчера я смыла макияж. И сегодня, знаете, так легко. Вот так вот должно было начаться моё видео. Доброе утро. Я не смыла вчера макияж. У меня тут два ватных диска. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. И вы на канале школа на телепередаче школа ремонта. И сегодня у нас с вами по планам закончить вот эту вот грунтовку, шпаклёвку. У меня все уже банки куплены. Они были куплены в мае. Вот такие вот места нужно зашпаклевать. Потом всё это нужно загрунтовать. И только после этого наносить краску. То есть я посмотрю, что, сколько сохнет. Не дай бог, что-то из этого сохнет неделю. Настоящий строитель, настоящий ведущий школы ремонта. Я сохранила все чеки сейчас. Лента, первый чек. Я вчера пробила всю свою корзину по двум разным чекам. Первый чек, это были покупки для брата. Прикиньте, просто вышли вот эти вот чипсики, газировочка и так далее. Тысяча семьсот. Вот, подтверждение, пруфы, пруфы или слит. А что такое горбушка с копчёной? И второй чек. Вот я здесь купила очень всего, много интересного. И я вам сделаю обзор. Но вышло 990. Не понимаю. Пять тысяч. Тысяча семьсот плюс две шестьсот. Это получается четыре триста. Четыре триста. Купать. У меня вот такие вот пазлы. Всё, что я хочу сделать, это полежать. А, и я забыла... Мяу. Мне надо уже просто встать и пойти это всё делать. Что я? В раю? Я испугалась, что я в раю уже. Вот так вот, на всякий случай. Я хотела сегодня посмотреть и, возможно, даже съездить за люстрой. Ещё нужно новую тюль. Вот этой тюлью это уже лет сто. Через десять лет у каждого брата пахать. Денег так много, что не надо и пахать. Так много, что не нужно и пахать. Денег так много, что мы забываем тратить. Без каких-либо наплягов мы на целую. Сегодня у нас с вами не будет никаких примитивных вот этих вот ПП завтраков, каши, ягодки и так далее. Сегодня всё по-жёсткому. Суп. Потому что нам с вами важна настоящая подзарядка. Для кого? Для строителя. Время двенадцать. Она покушала, поспала, посмотрела Ютуб. Ни одного задания не выполнено. Я только что оторвала ламинат, линолеум, я не знаю, как это называется. Если любить, то навечно, если гнать, то повстречное. Поэтому дальше действуем, дальше. Она вечно, если гнать, то повстречное. Очень хорошо идёт дождик. Короче, я просто счастлива, потому что я не верю, что мои стены, они могут стать нормально. Именно вот такую погоду я обожаю. И у меня сейчас настроение просто на высшем уровне. Конечно, Вере чудо хорошо так, но реальные результаты мы получаем только потом. От моей формы балерина уже ничего не осталось. Какую-то уже такую круглую форму. Вряд ли примет там ассовка. Всем близким пейс. Я по жизни оптимист. И я верю, что когда-нибудь у нас будет заебись. Доброе утро. Время 8 утра. Едем в Леруашку. Маникюр этим утром у нас вот такой вот. Хотите, я вам расскажу кринж? Я вам не снимала это, потому что мне было стыдно. Рассказываю. У меня есть черные, кружевные, полупрозрачные трусики, на которых написано «кусай». Но как-то я была в гостях у мамы и, видно, их забыла. То ли принимала душ, то ли что, но я их забыла. И тут она мне говорит. Вот, несколько часов назад. Ален, там все твои вещи, которые накопились у меня. Я их постирала и на балконе развешивала. Иди забери. Я прихожу на балкон. И там первым планом, поверх всех других вещей, лежат трусики. Кусай. Кусай. Кусай, да не прикуси. Это такой, это такой кринж я испытала. Чтобы вы понимали, со всем этим я сейчас поеду на автобусе. Потому что я хочу сэкономить 400 рублей. Я уже закончила. Сейчас я буду снимать с дивана всю эту шелуху. Мне пришли, помогли установить люстру. То есть, на самом деле, у меня все сделано, кроме штор. Задача X. Это сходить в душ. Я хочу помыть голову, высушить голову, накраситься. И все это для того, чтобы просто очиститься от статуса бомжары. Я хочу... А, и еще и задание вкусное. Приготовить ужин. Короче, погнали все это делать. Спасибо. У тебя будет бочка, получается. А потом там довыляешь, что у тебя захочет. Я просто хочу с вами побыть красивой. Что-то села. На косметичку? Реально, на косметичку, блин. Здравствуйте, я пока сняла каблуки. А то меня у них вообще шатает. Просто дико. Давайте я вам покажу, что я купила. Повторюсь, вышло на 2,5 тысячи. Купила вот такую штучку. Сейчас я вам покажу, какая у меня была. В ней сегодня мы будем готовить ужин. Штучка под соль. Вы знаете, я прям дико соливаю. У меня всегда соль пакетами. И поэтому надо все-таки, мне кажется, уже рассортировать, чтобы вот так аккуратненько. Тык-тык-тык. Вот такая вот доска. Сейчас тоже на ней будем готовить. Потом я купила полотенце. Я вообще в шоке с полотенец. Вот это полотенце стоит 800 рублей. Это такой средний размер. Это косметичка, на которую я села. Кстати, еще тут лежали вот так ножницы. Я думаю, что мне больно. Честно говоря, не знаю для чего. Но буду вот так вылавливать рыбку, допустим. Потом купила вот такие вот на кухню полотенца. И такого же цвета купила прихватки. Все, 2,5 тысячи. Аля улю. И еще я купила 2 ложки, 2 вилки, 2 столовые ложечки. Очень хорошие. Это тоже дорого. То есть одна стоит 150, по-моему, 170 рублей. Вот одна. А я купила раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Уже шесть умножайте на 150. Мы с вами сейчас берем доску. Вот такой вот противень. Я, кстати, впервые буду готовить в этой духовке. С момента, как я сюда приехала, я ни разу не готовила в духовке. Вот сюда будем насыпать соль. Погнали. Эстетика, если ты существуешь, быстро пошла эскадра. Быстро ушла. Волнейший ужас. Причем шкафчик-то сам нормальный. Смотрите, как стало. Вот это вот уже люкс. Вот это вот уже близко. Я уже почистила картошку. Сейчас буду ее нарезать. И помыла противень. Вот. И сейчас смажу его маслом. Кстати, масло почти заканчивается. И хотела с вами поговорить по поводу приготовления еды. Не обращайте внимания на мою кухню. Тут тоже я начала ремонт. В итоге его забросила. Начала его вообще где-то два месяца назад. Реально, вот просто сложно. Я не знаю, как это все сделать. А, по поводу питания. Где-то с ноября по февраль я питалась только доставкой. И в каждом вопросе-ответе даже в директ мне писали, а почему ты не готовишь дома. Типа, почему ты заказываешь еду. Вы знаете, просто мне на лень было. И я всегда говорила, я не умею готовить. Вот все, я не умею готовить. Меня никто не учил. Я не умею готовить. Хотя я готовлю потрясающе. Я питалась на доставке. И скажу вам честно, возможно, многие мечтают сидеть на доставке. Как бы разнообразное питание. Кажется, что это по стоимости так же, как готовить самой. Но нет, это очень-очень дорого. Я заказывала иногда по два раза в день еду. И то есть один заказ, он на 400 рублей минимум. Там салат и второе. Вот получается в день это 800 рублей. Это самый минимум. Плюс еще 100% я там докупала что-то домой, фрукты, овощи. Это выходило реально дорого. И я не считала это до того момента, пока не стала готовить дома. Я решила порезать картошку вот такими вот слайсиками. И буду ее сейчас вот так вот выкладывать самым первым слоем. Как сейчас строится мое питание? Сейчас я готовлю только дома. Из крайности в крайность. И вот смотрите, сегодня я заказала картошку, красную рыбу, сыр, сметану. То есть у меня будет не просто какая-то, не знаю, сосиска с макаронами, а у меня будет красная рыба под сыром. И все это вкусно. И я буду это есть дня 2-3. И это у меня вышло 700 рублей. Основная причина того, что я перестала жить на доставке, она не в цене. Это я просто уже начала считать. И такое, интересно. И, конечно, когда я посчитала, я понимаю, что нет, мне лучше поготовить дома. То есть все это действительно поэкономнее, поэкономнее. Но перестала я заказывать доставку, когда начала худеть. Сегодня редкий случай, когда я буду есть после 6. У меня вообще нет никаких сил. Потому что, ну, это правда занимает очень много сил. Особенно, когда ты смотришь на вот это и понимаешь, что это нужно еще все сделать. Я купила краску, шпаклевку, вот это вот все. Вышло 10 тысяч сегодня. То есть в общем, чтобы просто покрасить стены, купить там гардину, вот эти вот шторки, вышло... В общем, где-то 15 тысяч. Ну, то есть я просто не понимаю, как люди ремонты делают в целых квартирах. Мне просто кажется, что сделать ремонт в квартире полноценный, но это миллион. Просто для меня это пока очень большие цифры. Если бы я сейчас зарабатывала 10 миллионов, да миллион бы я дала, мне вообще не жалко. Слой картошечки готов. Сейчас я ее посолю, поперчу и отправлю в духовку сразу же на минут 15. Потому что картошка готовится гораздо дольше, чем рыба. Вот оно, мое самое любимое мясо на свете. Посмотрите, сколько много кусочков. Я не почитала ваши комментарии, которые вы мне пишите на YouTube. Это просто... Я правда могу сказать, что я ни на одной платформе, из которых я вела, не испытывала такой связи с вами. Поэтому сегодня ночью я решила монтировать, чтобы завтра постараться выложить для вас вот этот вот влог. Я уже достала картошку, она у меня такая полуготовая. Положила сверху рыбку и опять отправила в духовку. Делаю я все это при 180-190 градусах. Да, стики, вот такая вот у меня красота получилась. Выглядит это очень-очень вкусно. Я приготовила вот такую вот вкуснятина, но я ее уже не буду кушать, потому что я очень-очень сильно хочу спать. Я сейчас это остужу, уберу в холодильник и поем уже завтра. Спасибо большое, что провели эти несколько дней со мной, с Аленой Даст. Я вас люблю. Целую, напишите обязательно комментарии, подписывайтесь на этот канал. Спокойной ночи.